32-летняя Полина Гагарина умеет удивить публику. В начале карьеры артистка резко сменила имидж, похудев на 40 килограмм, и превратилась из упитанной брюнетки в стройную блондинку. В ее репертуаре появились песни о несбывшейся любви и разочарованиях. Исполняла она их так проникновенно, что ни у кого не возникало никаких сомнений, все это пережито на собственном опыте. В 20 лет Полина вышла замуж за своего однокурсника, актера Петра Кислова. Они познакомились в школе-студии МХАТ, когда дело дошло по походу в ЗАГС, Полина была уже на седьмом месяце беременности. С Петей мы сыграли свадьбу, когда я была глубоко беременна, раньше у нас не получалось, оба учились и работали. Я параллельно с занятиями в школе-студии МХАТ пыталась построить певческую карьеру, выступала с концертами, делилась она воспоминаниями. После рождения сына Андрея жизнь вошла в привычный ритм. Именно в этот период звезда начала беспощадную борьбу с лишним килограммами, набранными во время беременности. Певица рассказывала, что, забеременев, она постоянно ощущала голод. Ночью могла подойти к холодильнику и уничтожить половину его содержимого. В ресторане съедала по несколько порций и при этом оставалась голодной. Как я могла столько есть? Удивляется сейчас звезда. Ей пришлось сесть на жесткую диету. Она практиковала раздельное питание. Один день ела только рис, другой – курицу. Заканчивала прием пищи до шести часов вечера. По воспоминаниям певицы, ей стало нравиться следить за своим питанием. Кроме того, в школе-студии МХАТ, где она училась, начались большие нагрузки, после которых сил ни на что не оставалось. Дома начались ссоры, которые со временем превратились в большие скандалы. Муж требовал внимания, а при жуткой занятости певицы, его с трудом хватало даже на маленького Андрея. Оба темпераментные, эгоистичные, упрямые люди, никто не мог и не хотел уступать. «Мы думали и смотрели на вещи по-разному», – рассказывала Полина. Петр объяснял причину развода по-своему. «Мы хотели друг от друга одного и того же, но кто-то должен был уступить. Однако уступить – значит наступить на горло своей песне. То, что нам не надо быть вместе, мы поняли не сразу, на это ушло два года. Еще год пытались, как могли спасти свой брак, но в итоге поняли – невозможно. После трех лет совместной жизни супруги приняли решение расстаться. Певица взяла ребенка, собрала вещи и переехала к маме. С бывшим мужем ей удалось сохранить теплое отношение. Полина имя очень дорожит и считает, что они встретились для того, чтобы на свет появился их сын. После развода с киславым жизнь началась с чистого листа. Певица долгое время боялась штампа в паспорте, и не хотела, чтобы он снова там появлялся. Она признавалась, что в этот период часто плакала по разным поводам, могла расплакаться от усталости, от жалости к себе. Фанаты Гагарина и гадали, какой мужчина займет место в сердце любимой певицы. Ей приписывали отношения с музыкантом Борисом Ионовым и даже с самим Константином Меладзе. В 2010 году Полина познакомилась с модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Их встреча произошла во время фотосессии, звезде понравились его снимки. Переписка в соцсети переросла в свидание, а затем и в роман. Влюбленные начали жить вместе, пока мы просто арендовали жилье. Но еще до встречи с Димой я купила новую просторную квартиру, будто чувствовала, что скоро моя жизнь изменится. И сейчас мы занимаемся ремонтом, откровенничала певица. Она признавалась, что наконец-то рядом с ней появился мужчина, окруживший ее заботой и любовью. Дима оказался именно таким человеком, какого я мечтала видеть рядом с собой. Мне ведь важно ежедневно восхищаться и гордиться мужчиной, его талантом, интеллектом, внешним видом. При этом мне нужны внимание, забота и поддержка. Эти вещи редко совмещаются в одном человеке, но в Диме они есть. Обручилась пара во Франции весной 2014 года, а осенью влюбленные расписались. На свадьбе в одном из столичных ресторанов присутствовали лишь близкие жениха и невесты. В апреле 2017 года Полина и Дмитрий стали родителями дочери Мии. Интересно, что во время беременности будущая мама и папа называли ее Люсей. Но когда девочка родилась, было решено назвать крошку Мией. Супруги регулярно выкладывают все семейные снимки. Нередко они сопровождаются трогательными подписями. Полина называет Дмитрия лучшим мужем на свете и крутым парнем. Полина Гагарина по-прежнему много работает, гастролирует по миру. Сейчас она принимает участие в съемках шоу «Сингер» в Китае. Певица дает концерты в России, занята в разных телешоу. Постоянные переезды и занятость выматывают звезду, поэтому она особенно ценит поддержку мужа. Сам он называет себя одним из главных поклонников творчества Гагарина и считает, что взаимная помощь в семье очень важна. По материалам 7days.ру.ег